Всем привет! В сегодняшнем видео расскажу, как сделать вот такие дизайны в виде мозаики. В сегодняшнем видео я ставлю эксперимент. Первый раз буду делать дизайн, который увидела на странице у Екатерины Мирошниченко, у владельцы компании Эмми. То есть очень интересный дизайн. И сейчас я расскажу, как я его делаю. Я перекрыла типсик белым цветом, покрыла его матовым топом, стерла липкий слой. И вот я наношу гель-красочку с достаточной липкостью. У меня это Клио. Могу сказать, что компании Эмми, у которой я часто покупаю различные гель-лаки для маникюра, у них есть очень классные краски. И есть там краска, по-моему, черный тюльпан, на который очень здорово отпечатывается фольга. В моем случае это просто черная гель-краска от Клио. Но, тем не менее, на нее тоже неплохо отпечаталась фольга после просушки. Просушивая я ее не 15 секунд, не 30, я просушиваю ее, как положено, минуту. И после этого отпечатываю фольгу. На самом деле, если гель-краска с достаточной липкостью, то фольгу можно отпечатать после того, как просушил подольше. То есть не обязательно 15 минут, 15 секунд, точнее, извините, потом доставать ручку, отпечатать, потом снова просушивать. То есть такой способ для тех гель-красочек, которые в конце оставляют очень слабую дисперсию. Сейчас я просто беру различные цвета. В моем случае это просто всех разных фирм, какие мне просто понравились, легли на мой глаз, мне показалось это интересно. Рисунок я нарисовала хаотичный. Единственный момент, который нужно соблюсти, когда вы раскрашиваете этот рисунок, вы каждый элемент рисунка должны раскрашивать вдалеке, как бы немного друг от друга, и потом просушивать. То есть я рисую так, чтобы у меня элементы между собой не сливались. Я делаю это максимально аккуратно, самой-самой тоненькой кисточкой, и стараюсь не заходить на покрытой фольгой части моего рисунка. Добавила немножко желтого, такого розового-сиреневого, и фиолетовый. Решила добавить еще яркий неоновый оттенок, неоновый-розовый. И здесь у меня дизайн получит такой более летний. Дизайн очень крутой, похож на мозаику, и на самом деле достаточно просто и быстро в исполнении. Потому что буквально на просушку каждого элемента достаточно 5-10 секунд, и потом можно продолжать работать. Так, после того, как у меня дизайн просох, перекрываю его топом глянцевым, и отправляю в лампу. За это время подготавливаю следующий типсик. Снова покрыла белым, нанесла матовый топ от All Stars от Leoneil, и стираю с него липкий слой. Главное, хорошо стереть липкость с этого топа. Вы можете, кстати говоря, взять просто обычный гель-лак, то есть перекрыть им полностью ноготок, любой гель-лак совершенно любого цвета, какой вам угодно, и затем стереть с него липкость, и немножко забафить, пыль эту протереть, и по нему уже рисовать вот эти вот очертания вашего рисунка. Рисунки я делаю хаотичные. Моя цель, чтобы они были похожи у меня на мозаику, чтобы у меня как бы все элементы так или иначе между собой пересекались, и при этом какой-то вот хаотичный, вот такой вот непонятный рисуночек, чтобы там были такие пространства, которые я в дальнейшем буду разукрашивать. Кстати, у Эми очень много таких вот дизайнов классных, где именно нужно закрашивать мельчайшие элементы, да, и делать это очень аккуратно. Если начать пробовать эти дизайны делать, то со временем, ну, натренируешься, и получается, что в результате очень аккуратно начинаешь вот это все разукрашивать, и все здорово получается. Главное здесь это тоненькая кисточка, и не забывать просушивать элементы. И когда вы раскрашиваете одним и тем же цветом, желательно все-таки делать это на расстоянии друг от друга, чтобы цвета между собой, не дай бог, при малейшем там задевании соседней линии, не стеклись между собой. Все прокрашиваю, добавляю все необходимые у меня цвета, и здесь у меня получился вот такой дизайн. Добавлю туда еще черненького цвета, мне показалось, что этого прям сильно не хватает. Вот в данном случае получился прям осенний дизайн у меня получается, потому что цвета все-таки вот осенний, какие-то мокрый асфальт, что-то такое вот темно-синее, цвет дождя, да, и розово-серый какой-то цвет, фиолетово-серый цвет. Получится очень-очень даже красиво. И вот эта фольга будет вот так поблескивать, можно любой из этих цветов нанести на все оставшиеся ноготочки, то есть, ну, вот дизайн такой универсальный, можно сказать. Подготавливаю следующий типсик, снова нанесла белый цвет, нанесла на него матовый топ, протерла липкость, и сейчас вот гель-красочкой от Клива буду рисовать что-нибудь. Вот такая вот у меня получилась какая-то паутина. Элементы я заранее рисую так, чтобы рассчитать, смогу ли я в дальнейшем их аккуратно прокрасить. Поэтому слишком где-то супер мелко я не делаю. Делаю что-то такое среднее. Здесь я взяла вот такую медную фольгу, но, если честно, мне не очень понравилось, как она отпечаталась у меня. Скорее всего, просто цвет выбран немножко неудачный. В данном случае цвета все-таки лучше выбирать, наверное, какие-то поярче. Золото, серебро, может быть, ярко-розово. Ну, то есть, какие-то такие вот насыщенные цвета. И тогда будет прикольно. Ну, если честно, сама впервые, я вот делаю этот дизайн, ставлю вот такой эксперимент, планирую предлагать его своим клиентам. Думаю, что сейчас осенью это зайдет. И, кстати говоря, зимой тоже это здорово зайдет. Там уже среди элементов можно попытаться изобразить какую-нибудь даже снежинку. Получается что-то такое, как витражное. Кстати, еще была такая прикольная идея сделать, допустим, несколько элементов и перекрыть разными витражными гель-лаками. Наверняка тоже будет круто смотреться и будет давать такой полупрозрачный эффект, да, вот как раз как витражное стекло. Ой, мне эти дизайны очень понравились. Если вам понравилась эта идея, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите ваши комментарии. Может быть, кто-то из вас уже пробовал делать эти дизайны. Поделитесь со мной своим творчеством, мне очень интересно. До встречи в следующих видео. Пока-пока.